Шторы и чайники раздора. Пара бытовых предметов стала причиной серьезной ссоры между матерью и дочерью в Кемерово. Обнаружив пропажу в доме своего сожителя, девушка не раздумывая написала заявление в полицию. Теперь за кражу со взломом заботливая теща может отправиться за решетку на два года. Евгений Сверидов о совсем не Тургеневском конфликте отцов и детей. В коридорах больницы забаррикадировалась пожилая санитарка. Ее подозревают в краже, но идти на контакт с полицией Вера Круглова отказывается. Двери ломать не стали. Вооружившись молотком и отверткой, штурмом взяли окно. По версии следствия, из чужого дома женщина унесла шторы, чайник и пылесос. Была получена информация о том, что она действительно причастна к совершению кражи из частного дома. При задержании были получены от нее признательные показания. Все вещи, которые были украдены женщиной из дома, в данное время изъяты, приобщены к материалам уголовного дела. Уже в отделении санитарка объяснила, в ту роковую ночь она выпила и сильно повздорила с дочерью. Затем в глубоко расстроенных чувствах отправилась к ней на съемную квартиру. То ли чтобы помириться, то ли чтобы прибраться. Дом, куда вы проникли, там живет ваша дочь. Там не сожитель жил в этом доме. Сожитель. Я не проникла, а как сказать вам, он бы до этого говорил, что шторы грязные, ну постирать. О том, что сожитель Светланы накануне съехал, санитарка не догадывалась. Дверь она открыла самостоятельно, чуть подтолкнув. А наутро забрала шторы, якобы постирать. Заодно прихватила и чайник. А вот пылесоса в том доме, заверяет Вера Круглова, никогда и не было. Шторы взяла, чтобы постирать. Очень интересно. Я не знаю, чайник, наверное, чтобы помыть. Пылесос это тоже, скорее всего, вернуть хотела. Но, конечно, это все смешно звучит. И не знаю, не верю я. Обнаружив пропажу, Светлана написала заявление в полицию. Так и превратилась Вера Круглова из заботливой матери и тещи в подозреваемую по уголовному делу. Избежать наказания не помогают даже родственные связи. Никакой мировой. Нет, вор должен быть наказан. Если раз украл, если останется безнаказанным, то он и второй раз полезет. Таких людей нужно проучить. Если компромисс женщины все-таки не найдут, то Вере Кругловой грозит до двух лет тюрьмы. Евгений Сверидов, Полина Федюк, Алексей Фролов. Место происшествия.